Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Давайте познакомимся. Меня зовут Владимир Александрович, фамилия Николаев. Я руковожу курсами актерского мастерства при театре «Лукоморье». Театр молодой, так что основной деятельностью театра являются актерские курсы. Курсы по изучению основы актерского мастерства. Ну, это так, такая прелюдия. Дальше мы начнем с самого начала. Многие из вас, большинство людей думают, что актерское мастерство – это достаточно очень легкая профессия. Что пришел, выучил текст, вышел на сцену, ты уже на вершине славы, тебе аплодируют. И прочее. У меня есть товарищ, который все время мне говорил, ну что это, ну вышел на сцену, рассказал, и все нормально. Я его пригласил как-то на петицию, он посидел на репетиции в зале, потом вышел, сказал, я к тебе больше не приду, я устал. Это он устал просто сидя на лекции, вернее на репетиции. Теперь мы сделаем маленькое отступление. Почему, я скажу позже. Мы поговорим, определим сначала. Все-таки театр – это искусство ведь, правильно? И мы поговорим, что же такое искусство. Определимся для начала. Как вы считаете? Я буду задавать вопросы. Задавать вопросы – это раз. Потому что мне хотелось, чтобы вы на них отвечали. Потому что если я вам скажу, вы услышите и забудете. Потому что вы не прикладывали для этого никакого труда. А когда вы начнете там вот что-то копошиться в своих мозгах, прикладывать труд, то, естественно, вы это будете лучше запоминать. Театр – искусство. Вот на протяжении, смотрите, тысячелетий люди сочиняют стихи, пишут музыку. Ну, в общем, ставят спектакли, пьесы. Вот как вы считаете, для чего нужно искусство? Не бойтесь говорить, не бойтесь вступать в игру. Потому что актер, он должен быть смелым. Он должен не бояться выглядеть глупым. Он должен не бояться выглядеть ребенком. Итак, искусство. Зачем? Духовное обогащение. Чтобы эмоции правились. Само выражение. Саморазвитие. Еще. Есть какие-то варианты? Чтобы люди прогрессировали сами. Хорошо. Смотрите. На всем протяжении формирования общества, общество создало для себя какие-то идеалы определенные. Нормы, морали, нравственности, идеал красоты. Ну, в общем, все, 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 да? А если мы посмотрим на нас, здесь сидящих, на улице, мы все разные. По культурному уровню, по уровню образования. По всему мы разные, да? И вот искусство, в том числе театр, нужно для того, чтобы подтягивать зрителей, потому что мы все разные, подтягивать зрителей к тем идеалам, которые в обществе существуют. А не просто так вышел на сцену, рассказал и все. То есть, еще аспект обучения здесь есть в театре. Мы определились с искусством, что искусство нужно для того, чтобы подтягивать общество к определенным идеалам. Теперь вернемся к театру. Все вы, так или иначе, пришедшие сюда, что-то о театре знаете. Ходили? Да. Ходили. Уже складывалось определенное мнение. Хороший спектакль, плохой спектакль, да? Ну вот, с каким-то отношением вы выходили. Вот скажите, пожалуйста, вот хороший, плохой. Вот что для вас хороший спектакль или плохой спектакль? Понравился или не понравился? Сюжет плюс игра актеров. Так. Который вызвал эмоции какие-то. Если театр не вызывает эмоции, то оставляет равнодушие. Значит, это не очень хороший театр. Хорошо. Хороший спектакль. Хорошо. Для актера. Хорошо. Еще. Ну, в общем, где-то, где-то так. Где-то так. Главное в театре, когда-то давно, это у меня случай свел с человеком, мы с ним разговаривали о театре, и в разговоре я у него спросил, что такое хороший спектакль. На что он мне ответил. Когда хорошая музыка, хорошие костюмы, хорошие декорации, свет прекрасный. И он ни разу не упомянул слово актер. А ведь в театре главное действующее лицо актер. Если нет на сцене актера, нет театра в принципе. И если сейчас ходят на спектакль, смотреть спектакль, то раньше ходили смотреть на актера. Сейчас ходят на спектакль. Потому что, как бы, не знаю, по многим причинам поменялось все. Все поменялось. Итак, мы пришли к выводу, что актер – это главное действующее лицо на сцене. Есть такое досужее мнение, что, в принципе, актеру обучаться не нужно. Это все легко. Но у каждой профессии, и в актерской профессии, есть свои какие-то секреты, есть свои правила, есть своя терминология. И эту терминологию нужно не только знать, но ей надо учиться пользоваться. Представьте себе, ну, представьте себе хирурга за операционным столом, который говорит медсестре, подай мне вот ту штучку. Да? Ну, это нонсенс, такого быть не может, потому что это профан стоит. Или представьте себе человека, которому объяснили. Вот машина, есть руль, там, есть двигатель, колеса. Ну, в общем, рассказали все. Как нужно нажимать педали, все, все. Он знает терминологию, он знает, что это называется машина, что там колеса есть и прочее. Ну, его посадили за руль, и первым, что он делает, что он делает? Нет, он в столб езжает. Потому что его научили терминологии, но не научили пользоваться этой машиной. А нужно научить пользоваться этой машиной. Так что актерскому мастерству нужно учиться, потому что это очень тяжелый адский труд, который требует очень больших и физических затрат, и духовных затрат. Как любая профессия, в принципе, как любой профессии, с чем-то приходится в театре работать. Допустим, вы делаете хлеб, главным в изготовлении хлеба есть что? Мука. Мука, правильно. Да, если строите дом, главный это цемент, кирпич, да, есть строительный материал. Вот что в актерской, в театре, что является строительным материалом? Эмоции. Так. Речь. Так. Еще. Громкая речь. Громкая речь, да, хорошо. Громко, с чувством, с расстановкой. Итак, что еще, как вы думаете, что является главным в театре, то есть строительным материалом театра? Действия. Ай. У меня 20-го. Правильно. Действия. Действия. Это тот строительный материал, из которого делается театр. Но, тут другой вопрос, а что же такое действие? Что же такое действие, как вы думаете? Ну? А в ответе тишина. Итак, ну, давайте, не бойтесь, не бойтесь говорить. Даже если вы ответите неправильно, вы уже будете знать, что вы неправильно, значит, вы будете уже думать по-другому. Не бойтесь отвечать, не бойтесь включаться в игру, не бойтесь показаться глупыми, не бойтесь показаться детьми. Говорите. Итак, действие. Человек ходит, это действие? Действие физических. Правильно. Физическое движение, это уже действие, да? А если в одной книге, это книга моего учителя Гушуя Виктора Кузьмича, есть такой пример, если охотник лежит без действия, смотрит только в прицел ружья, и он совершенно без физического действия, он мертво лежит, только смотрит. Он действует или не действует? Он действует. Почему? Потому что он смотрит. Ну, смотрит, понятно, он не совершает физических действий, он мертво лежит и только смотрит. На микро уровне совершает. Стоп. Мы сейчас не говорим на микро, на макро, мы говорим о том, вот он физических движений не совершает. Вы сказали, что физически... Что вы лечите, он же совершил это? Я говорю, лежит. Итак, лежит. Он совершает действие. Лежание. Так, действует он или не действует? Действует. Я хочу знать, почему. Я буду вас спрашивать, я не буду говорить. Я хочу, чтобы вы немножко начали думать. Немножко начали думать. Тогда это лучше будет запоминаться. Итак, почему он действует, если он не совершает действие? Ну, что он прицелит? Наблюдает. Молодца, молодца, молодца. Потому что у него есть цель. Какая цель у охотника? Куропатка. Будем считать, что это куропатка. Хорошо, есть цель определенная, да? То есть, для того, чтобы было действие, нужна цель. Правильно? То есть, один из трех пунктов действия мы уже определили. Нужна цель. Ну, представьте себе. Вы лежите дома на диване. И хотите кушать. Час лежите, хотите кушать. Два часа. У вас есть цель, вы хотите кушать. Два часа лежите, хотите кушать. И ничего не происходит. Что нужно сделать, чтобы удовлетворить? Пойти по кухне. Молодец. Молодец. То есть, сначала надо взять, хотя бы встать, зайти там на кухню, отрезать кусочек хлеба с колбаской, сделать и... То есть, совершить какие-то усилия. Правильно? Совершить усилия. Мы эти усилия будем называть волевым актом. Волевым актом. То есть, мы определили две составляющие. Цель и волевой акт. Правильно? Правильно. Но теперь другой вопрос. Вы лежите и хотите кушать. Встали, пошли. Да? Ничего не случилось. То есть, нормально, встали, пошли, отрезали. Да? А теперь представьте себе, что вы лежите, хотите кушать, но все спят. И вам надо так пойти, чтобы, не дай бог, никого не разбудить. Вы так же будете вставать и идти? Нет. Уже по-другому. Да? То есть, на действие влияет среда, в которой совершается это действие. Эту среду мы будем называть предлагаемыми обстоятельствами. Или театральным, таким вот, знаменитым «если бы». Итак, мы определили три составляющие. Это цель, это волевой акт, это предлагаемые обстоятельства. Из этого мы можем сделать, вывести, что такое действие из этих трех составляющих. Итак, действие – это волевой акт, направленный на достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. То есть, если, допустим, тот же вариант, пойти покушать, если надо кого-то не разбудить, да? А если надо так покушать, чтобы никто не заметил? Ну, всякое бывает. То есть, вы по-другому это будете делать, да? Совершенно будете делать по-другому. То есть, предлагаемые обстоятельства тоже играют важнейшую роль. То есть, еще раз, чтобы вы запомнили, что действие – это волевой акт, направленный на достижение цели. У действия есть главные элементы действия. Это те средства, с помощью которых совершается действие. Мы сейчас не будем останавливаться на этих элементах, потому что, в принципе, за час рассказать о всей структуре подготовки актера – ну, это очень сложно, и это, в принципе, невозможно. Мы каких-то определенных вех коснемся, да? Вот мы сейчас коснулись о главном – это о действии, то, что является строительным материалом театра, да? Вот. А теперь давайте представим, есть строительный материал, а какой же инструмент для использования этого строительного материала у актера есть? Молодца, спасибо, хорошо. То есть, это он сам. Это он сам, да? Ну, своим телом надо научиться пользоваться. Это не только тело. Это голос, это мимика, это пластика. Это все, что касаемо, да? Есть внутреннее, есть внешнее. И своим телом надо научиться пользоваться. Мы все знаем приблизительно. Мы знаем себя, мы знаем, что мы можем, да? Но когда мы выходим на сцену, мы теряемся. Мы, оказывается, не знаем, что делать. Мы начинаем что-то выдумывать. Вот сейчас мы попробуем, знаете ли вы себя, знаете ли вы свое тело, и можете... Вообще-то, что такое театр? Это обман, иллюзия, зрелище. Что это? Ну... А? Что-что? Зрелище. А я скажу по-другому. Это жизнь. Вы почему-то в спектакле, если это зрелище, то зрелище что подразумевает? Интересно наблюдать, смотреть. Сюжет. Интересно наблюдать, смотреть. Сюжет. Зрелище, да? Зрелище. Но вы почему-то после спектакля плачете. Или грустите. Что-то вызывает эмоции. То есть, если это зрелище или обман, изначально вы приходите в театр и знаете, что это зрелище, обман, да? Вы будете так относиться к тому, что происходит на сцене? Наверное, нет, да? Наверное, все-таки это... Это жизнь. Станиславский говорил, что театр – это жизнь человеческого духа. Это жизнь человека. Но мы не можем перенести всю жизнь на сцену, да? Мы переносим какую-то часть, отобранную для того, чтобы достигнуть там сверхзадачи спектакля и прочее, прочее. Мы выбираем часть. То есть, это слепок, это какая-то проекция. Но это жизнь. Я сейчас хочу, ну, смелого человека. Кто у нас смелый? Хорошо. Хорошо. Это вот такая, это такая вот лакмусовая бумажечка. Я вот всегда на... Когда люди приходят, я всегда это делаю. В принципе, существует вот для того, чтобы научиться пользоваться своим телом, научиться пользоваться этими элементами сценического действия, существует масса упражнений. Масса упражнений. Это одно из них, да? И вот я всегда использую такую лакмусовую бумажечку, да? Ну, давай, ознакомься с этим текстиком, пожалуйста. С вот этим. Знакомилась? Замечательно. А теперь мы поставим такие вот, ведем в среду предлагаемые обстоятельства. На природу все ходят? Да. Ходите на природу, да? Ну, представьте себе, вот такие предлагаемые обстоятельства. Река. Ваши друзья переправились уже на остров. Они там где-то метров 200. Далековато. Ну, река широкая. Так получилось. Такая река широкая, да? А вы на этой стороне остались. Да? И вам надо так, чтобы этот текст был услышан вашими друзьями. Попробуйте это сделать. Задача понятна? Я не хочу, чтобы потом возникали вопросы. Есть предлагаемые обстоятельства. Я поняла. Вот смотрите. На сцене у актера есть задача. Есть предлагаемые обстоятельства. В этих предлагаемых обстоятельствах он должен, несмотря ни на что, выполнить свою задачу. У вас задача в этих предлагаемых обстоятельствах. Остров, 200 метров река. Вы здесь. Но задача, чтобы этот текст был услышан. Задача понятна? Понятно. Попробуем. Делать можно что-то? Попробуем. Хорошо. В названии большинства масел присутствует слово «сладко-сливочное». Означает это, что масло вырабатывается из свежих, сладких, пастеризированных сливок. Бывает еще и кисломолочное масло, которое получают также из пастеризированных сливок, но сквашенных чистыми культурными молочными бактериями. Конечно, и они там ничего не поняли. Все нормально. Вот это то, что я говорил. Они ничего не поняли. А почему? Как вы думаете? Потому что сильно быстро. Устами младенца есть. Молодец, быстро. Звук имеет свою скорость. И когда слова накладываются одни на другие, пока оно летит, там какой-то комок получается. То есть практически долетают уже какие-то фразы. Да? Правильно? Тут еще 200 метров, это достаточно далеко. Во-вторых, меня здесь нет, а я что-то присутствую. Вы постоянно на меня как-то так вот взгляд бросаете, да? Вот эти вот мелочи, вот эти вот мелочи, да, в актерском мастерстве, когда есть задача, он должен выполнять человека, а он глазами. Это вас губит. Это актера губит. И губит на сцене актера не какие-то большие глобальные вещи, а вот эти вот маленькие мелочи. Поворот головы, не то движение, взгляд не туда, куда надо. Вот это вот губит, потому что сразу неверие возникает. Итак, 200 метров. Это далеко достаточно. Мы сейчас не будем уже кричать, мы сейчас присаживайтесь, присаживайтесь. Да? Смотрите, 200 метров. Это надо понимать. Все как в жизни. Ничего слишком такого большого или странного нет. Все происходит как в жизни. В жизни, в жизни вы бы делали, даже не задумывались, как вам надо поступить. И если там никто ничего не слышит, ну, немножко там, вы по-другому себя вели. А здесь вы немножечко, вот, а как, вот, если я неправильно сделаю, а как на него посмотрят? Наверное, я-то сильно не буду кричать, а то скажут, ну, что кричишь, да? Вот вы еще, вот это вот, постоянное смотреть на себя называется со стороны. Этого делать нельзя. Надо верить в те предлагаемые обстоятельства, которые есть. И если там река, значит, хоть тресни, я должен выполнить свою задачу. И если меня не слышат, ну, тут другой вопрос возникает. А зачем вы кричали? Ну, они же должны меня услышать. А зачем? Я должна им сказать, что я здесь, я на том берегу, вы меня забыли. Нет? Ага, хорошо. Поэтому текст про масло. Вы знаете, вот в данном случае, в данном случае, не важно, что вы читаете, а важно, как вы читаете, важно ваше отношение к тому, что вы читаете. В актерских кругах ходит байка о том, что кто-то, один из великих актеров, ну, по-моему, заходя в ресторан, он брал меню и читал это меню. И все, кто находился в ресторане, плакали. А потом он тоже меню читал, и все смеялись. Так что, не важно, что, важно, как вы это делаете. Как вы относитесь к тому, что вы делаете. Зачем вы пришли на сцену? Что вы хотите сказать со сцены? То есть, есть мотивировка. Вообще, актер, выходя на сцену, он должен, и в упражнениях, он должен всегда оправдывать то, что он делает. Даже то, что если он возьмет стул, он должен для себя сразу, моментально оправдать, для чего он этот стул взял. Если я кричу, я должен для себя оправдать, почему я кричу. Почему? Не просто потому, что я попросил, да? А значит, для себя я должен оправдать. Потому что позиция должна быть очень активная, почему я хочу сказать. Ну, забыли меня, ну, я сейчас покричу, попрошу. То есть, это не очень активная оппозиция. Потому что, ну, там не услышали, я пойду, посмотрю, может где-то там вот кто-то на лодке есть, может меня переправит, там, если они не услышали. Может такое быть. Может такое быть. А как бы было, чтобы это было очень активное, потому что вы точно должны были докричаться до них. Что могло такого случиться, что вам надо из носу докричаться? Что могло случиться, скажите, пожалуйста. Это информация им нужна прямо сейчас. Что-что? Это информация им нужна прямо сейчас. Про масло. Вот, вот, а без этого, честно, шашлыки не получится. И только вы можете... Да, совершенно, совершенно правильно. Но это не так. Что могло, чем можно оправдать то, что я должен докричаться? Ну, активная оппозиция должна быть, очень активная. Если я не докричусь, значит, все... Вообще, все должно быть на острии. На самой высокой точке все, что вы делаете. Так что могло быть такого, что могло случиться, что вам надо... Что? В речке прилива, особенно у нас, быть не может. Что могло случиться такого, что я не могу до них не докричаться? У меня останутся один, они уйдут без меня. Ну, куда? Там острова, они никуда не уйдут. Во-первых, они никуда не денутся, там острова. В общем, я еще раз говорю, что это должна быть активная оппозиция. Могло бы быть такое, что у кого-то горит машина. И тут вы 100% должны были, потому что здесь ни лодка не помогает уже, ничего, потому что здесь надо сию секунду докричаться. Правильно? Могло еще что-то случиться. Правильно? Правильно. То есть позиция, с которой вы выполняете то или иное, что вы говорите, должна быть очень активна. И еще один человек. Кто? Не бойтесь, я не кусаюсь, молодец. Вот мужчины пошли. Вот они. Вот это вот. Познакомьтесь. Вы должны, все, что вы делаете, вы должны четко верить в эти предлагаемые обстоятельства. Без этого ничего не будет. Если нет веры, это уже идет, ну, это называется показуха. Ознакомились? Ознакомились. Давайте сделаем так. Сидят люди, и вам надо рассказать тайну, которую слышать должны только они. Больше никто. Понимаете. Пожалуйста. Не будем толковать коллективной грамотографии или сценическом конструктивизме. В театре все возможно. Это дом чудес. И самое главное чудо, это, конечно, то, что спектакль вообще не будет. И если в половине восьмого поднимается занавес, будьте уверены, это или счастливая случайность, или прямое чудо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Что было не так? Он не реагировал на звуки. Хорошо. Совершенно правильно. Он должен был рассказать тайну, которую услышать должны были только вы. А вы должны верить. Значит, что? Я не должен был слышать. Ребята, они должны были слышать. Звуки какие-то. Посторонние. Ну, если я хочу рассказать только им, и я... Расстояние должен подойти как-то, каким-то образом, чтобы только они слышали. Если где-то какой-то звук, я должен на него реагировать. Ведь как в жизни. Если бы в жизни это делали, вы реагировали бы на каждый шорох. Вы реагировали на то, что... Там неподслушивание, возле дверей. Я пошел бы проверил, чтобы никто не услышал. Чтобы никто не услышал. Понятно? Присаживайтесь. Присаживайтесь. Так что, вера в предлагаемые обстоятельства, в то, что вы делаете, вы должны беспрекословно верить. Иначе этого ничего не будет. Итак, дальше пойдем. Есть масса упражнений, которые помогают научиться пользоваться какими-то элементами сценического действия. Есть такое понятие темпоритм. Кто-то слышал такое понятие? Темпоритм. Темп – это внешняя сторона действия. Многие путают темп с ритмом. Темп – это внешняя сторона действия. Это скорость выполнения действия. А ритм – это внутренняя сторона действия. Это напряженность. Ображенность. Иногда ребята приходят, я им говорю, что все, что вы будете делать в первые два месяца, вам покажется, что это не имеет ни малейшего отношения к актерскому мастерству. Какие-то упражнения, массу всего, которое как бы не касаемо к актерскому мастерству. И они потом только понимают, когда мы начинаем работать над отрывками, над спектаклем, они потом начинают говорить, а вот это упражнение, а вот это упражнение, а вот это упражнение вылазит. Итак, мы сейчас попробуем сделать упражнение, очень легкое, очень легкое упражнение, так называемый темпоритм. Хлопочки. Очень легко, непринужденно. И вы видите, как это сложно, оказывается. Для начала. Еще. Все, что делаете на занятиях, то, что делаете вы, к этому надо относиться очень серьезно. Если вы будете относиться как к игре, ну вот, поиграли здесь и все, да, у вас не будет ничего получаться. К этому очень серьезно относиться надо. Итак, упражнение на темпоритм. Вот у нас вот шесть человек. Поучаствуйте? Замечаю. Как тебя зовут? Артем. Как? Артем. А ну громче. Артем. Молодец. Хорошо. Вот мы сейчас будем, вот шесть человек, мы попробуем похлопать. Да? Ну подсчет. Есть три темпа. Первый, второй, третий. Первый – это самый медленный. Второй в два раза быстрее первого. И третий в два раза быстрее второго. Вот второй темп – это темп нашей жизни. Такой средний темп, темп нашей жизни. Да? Вот мы сейчас под этот темп попробуем похлопать. А темп такой раз и. Раз и. Да? Вот попробуем, давайте. Да. Вот раз и. 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 Хорошо. Хорошо. А теперь попробуем по очереди, но держать этот темп. Понятна задача? Да? Давайте попробуем. Итак, выполняется упражнение с команды «начали» и тогда только начинаем хлопать. По очереди, не все вместе. Договорились? Хорошо. Итак. Сюда. В эту сторону, да? И круг. Дальше. То есть, мы представим, что это круг, и отсюда, и сразу дальше пойдем. Хорошо? Итак, начали. И. Стоп. Вот. Я говорил, что ко всему надо относиться серьезно. То есть, внимание к тому, что вы делаете, надо обязательно насмотреть, думать и анализировать. Итак, начали. И. И побежали. И побежали. Стоп. И побежали. То есть, темп, конечно, ускорились. Это слышно. Вот, видите, вроде бы на первый взгляд очень легкое упражнение, которое не требует. Ну, держите вот в одном темпе, и очень, очень легкое. И оно уже под собой, как бы, уже имеет свои трудности. Да? Ну, это первая часть. Потом вы начинаете выполнять это упражнение, чтобы у всех одинаковая громкость хлопка была. Потом вы начинаете передавать этот хлопок каждому. Не просто хлопать, а передавать хлопок каждому. А потом еще есть добавление, отраженная волна, когда под мой хлопок вы меняете направление движения. Это еще сложнее. Да? На самом деле, если вы будете относиться к тому, что вы делаете с должным вниманием, тут ничего сложного нет. Тут ничего сложного нет. Есть? Два человека нужно. Ну? Можно, можно. Почему нет? Еще кто? Сыркажа на момент. Замечательно. Вот стали вот так, да? Друг против друга станьте. Друг против дружка. Есть такое упражнение «Зеркало». Кто-то из вас будет зеркалом, а кто-то будет повторять. Да? Все движения, все движения должны выполняться очень медленно, чтобы зеркало не догоняло в движении, а одинаково делало вместе с тем человеком, который стоит перед зеркалом. Да? Пробуем? Пробуем. Итак, давай, ты будешь зеркалом, а вот Юля будет вот человеком, которая пришла, вот, ну, собирается, наверное, на свидание, или не знаю, она подошла к зеркалу. Да? Вот очень медленно следите на том, что вы должны, партнеры вообще, актеры должны помогать друг другу на сцене. Вы должны помогать друг другу, потому что если сами по себе, вы начинаете на себя одеяло тянуть. Потому что вы получаете такой вот весь красивый в белом, а все остальные вот такие серые и не чепурни. Вот. Так что помогайте друг другу. Итак, зеркало. Начинается вот с каких-то движений, да? Начали. Нет. Сразу говорю, я сказал, движения должны быть очень-очень, очень медленные. Чтобы зеркало с вами делало, одновременно делало зеркало. Хорошо? Давайте попробуем. Еще остановимся. А? Не-не-не, все нормально, все нормально. Мы сейчас остановимся. Еще раз говорю, когда медленные движения, вот Юля выполняет медленные движения, почему они такие у тебя вот? Ты не успеваешь? Руки трясутся. Да? Страшно? Нет. Нет? Молодец. Вот. Надо смотреть друг на дружку. Глаза? Конечно. Говорят, глаза зеркало души, да? По глазам можно все прочитать. Правильно? Правильно. Правильно. Так что смотреть в глаза и по глазам, по ее состоянию, надо понимать, что она будет делать. Еще медленней. Потому что пока это вот процесс, когда вы, пока вы синхронизируетесь друг с другом, это время должно пройти. Вы должны чувствовать друг друга, вы должны синхронизироваться с друг с другом. Дай попробуем еще разочек, хорошо? Не спеши, Юля, не спеши, медленно. Это, если я поднимаю руку, это не вот так должно быть, а медленно я должен поднимать руку, да? Я что-то делаю, я должен медленно, потому что я хочу помочь, чтобы он успевал за мной. Нет. Все медленно должно, если я хлопаю, значит я хлоп и отошел. Нельзя. Все должно в одном темпе быть. Скорость должна одна и та же быть. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот смотрите, вроде бы как бы и не очень сложное упражнение, да? Вот. А сколько вот всех нюансов, потому что вы все равно сейчас делаете ставочку на то, что на вас смотрят. Все равно вы, вот, да, невозможно это точно. Потому что на вас смотрят, вы не хотите показаться, как кажутся на Украине, не сграбными, да? Что что-то вы не так делаете, что то, что вы не так выполняете. Этого как раз бояться не надо. Здесь надо, если делаешь, верить то, что делаешь, это зеркало и прочее, прочее. Присаживайтесь пока. Вроде бы какие-то упражнения такие, которые, в общем, не имеют отношения к актерству, но потом, когда вы ими овладеете, они сказываются на том, что вы будете делать. Потом на сцене, когда вы будете ставить спектакли, отрывки из спектакля и, по крайней мере, этюды. Этюды – это тоже одна из важнейших, часть овладения актерским мастерством и природой поведения на сцене. Мы уже говорили, вот природа поведения, когда рассказать тайну, да? Или там, то есть, вроде бы в жизни мы, если бы это в жизни было, мы нормально, не задумываясь бы, делали какие-то вещи и не спрашивали, нам надо кричать или что? Нам надо как-то вот подходить или нет, да? Мы в жизни делали, не задумываясь. Здесь мы начинаем что-то придумывать. А все очень просто. Как в жизни. Но этому тоже надо здесь научиться на сцене. Не всегда так получается, что мы выходим, сразу вот что-то делаем. Этюд – тоже одна из важнейших частей. Потому что многие брезгуют этюдом, делают какие-то концертные номера и прочее, прочее, прочее. Но этюд – тоже одна из важнейших частей. Мы делали когда-то на курсах этюд. Можно вас? Да. Да, да, идите сюда. Да. И вы тоже идите. Вот давайте представим. И мы стульчики возьмем, да? Вот как бы таким вот образом, да? Подставим сюда стулья, да? Давайте так. Вы муж и жена. Замечательно, да? Давно в драке? А? Давно в драке? Да. Ну, очень сильно поссорились. Очень сильно поссорились. Да? Муж смотрит телевизор. Да? А жена сейчас заходит. Вы не разговариваете. Ну, поссорились, разговаривать не надо, да? А телевизор у вас в комнате один. Да? Один телевизор. Вы заходите. А пульт где лежит? На столике вот здесь, вот, наверное, на журнальном, да? Не получается, да? На журнальном столике пульт лежит, да? Вы тоже хотите посмотреть телевизор, да? Заходите. Пульт надо... Стоп, 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 стоп. Куда пультик делся? Я его спрятала. Нет, нет. Ну, положите его. Чего прятать-то? Положили пультик. Ну, так, никто ж пока ничего не говорит. Положили пультик, да? Положили пультик. А что по телевизору идет? Футбол. Ой, боже ты мой, это ж футбол идет. И тут жена пришла, переключила канал. Тут сериал какой-то бразильский, да? Вот, что сделает муж? Так, включает. И кладет. Кладет пока сюда, сюда. Это мы потом будем сомневаться. Так, опять футбол. Что нужно сделать? Так, положил. Стоп, стоп. А пультик куда делся? Вот, хорошо. Теперь еще разочек. Еще разочек. Он включил. Стоп, 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 стоп. Не спешите, не спешите. Все имеет. Итак, пультик, пожалуйста. И так и положил. Теперь муж берет пультик, включает футбол и забрасывает его куда-то. Туда. Да? Жена что делает? Идет за пультиком. Молчится. Вы не разговариваете. Это так называемое этюдно оправданное молчание. Бывают ситуации, когда люди не хотят разговаривать до такой степени поссоря, что не хотят, потому что уже наорались. Уже побили посуду там и прочее, прочее. Уже они накричались, наорались. И теперь у них такой вот молчаливый скандал. И жена пошла за пультиком. Иди за пультиком. Иди за пультиком. Он там рассыпался, и ты его там собираешь, батарейки вставляешь, но ты стой там пока. А ты ведь не хотел ссориться. Ну, до этого не хотел. И на работе понял свою ошибку. Все-таки сильный должен уступить. И пошел, купил колечко. Вот так вот. Не купил колечко. Пошел, купил колечко. И пока она там, колечко на стульчик положил. На стульчик сюда. Да, да, да. Да, положил. Не, 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 не надо открывать. Положил, да? Положил. И включаешь телевизор. И кладешь пульт на то. Оп. А там лежит колечко. Ну, ты же поссоришь. Ты же в обиде на него. Да? В обиде на него. Жуткой. Он берет пультики, переключает. Раз, переключает. Берешь пультик. И, глядя на колечко, как-то уже переключать не хочется, да? Все-таки как-то так вот. Там интересно, что там лежит, да? Интересно? Не, 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 не переключай. Интересно. Не переключай. Вот посмотри на колечко, на пультик в руке. На колечко смотри, на колечко. Положила пультик, не переключая. Да? То есть заинтересовало уже то, что там лежит. Да? То есть что-то там заинтересовало уже. И теперь вместе с мужем смотришь футбол. А глазки где? Глазки там, да? И очень хочется взять, открыть, да? А ну, как хочется, покажи мне, пожалуйста. Ну, ай, что ж там такое? Женское любопытство страшная штука. Да, и так, и так. Что там такое? Ну, и рука тянется, и не хочется, да? Ай, как же ж хочется посмотреть. Боже ж ты мой, да? Ну, и что, и что сделаешь? И что сделаешь? И что сделаешь, да? Откроешь коробочку. Не-не-не-не-не, не хопай сильно. Открой, возьми. Ты еще, понимаешь, очень трудно перейти от скандала. Причем скандал у вас был серьезный, да? Вы уже наорались, накричали. Он вообще случайно скинула и подобрала, чтобы он не заметил. Ну, он не заметит. Здрасте. Он рядом сидит. А как случайно, да? Вот так махнуть рукой, да? Открой, посмотри. Вот с пренебрежительным видом. Открыть. Ну, что он мог купить? Ну, что? Открывай. Пренебрежительным видом. Ты сейчас очень большой. Я не увидела. Не-не-не-не. Это мне надо, чтобы ты открыла. Ну, что он мог купить вообще, да? Ну, кроме колбасы варенки, все равно никогда ничего не покупает же, да? А вот что-то он здесь купил. А ну, посмотри, посмотри, что он там купил. Да? Ну-ну-ну. Открывай, открывай. Ну, и подумаешь, колечко. Ой, подумаешь, отодвинь его. Только не надо бросать. Отодвинуть. Здесь столик. Ну, в общем, ничего такого, да? Вообще ничего, колечко, да? Да? И хочется, да? Любопытство все-таки берет вверх. Берешь колечко. Берешь колечко. Посмотрела, посмотрела. Оно открыто у тебя. Оно открыто. Открывать не надо. Да? Оно открыто у тебя. Берешь колечко. Взяла колечко, да? Положила. И одеть хочется, и положила, да? Положила? Отлично. А теперь возьми, одень. И что, что? Ай. Ну, хорошее, черт же, подери. Ай, хорошо, да? И что в результате случится? Она кинется на него, и это будет примирением, да? Это будет примирением. То есть, какой-то, то есть, вроде бы все, есть этюды, присаживайтесь, пожалуйста. Смотрите, есть этюды на оправданное молчание. И в жизни много всего происходит, когда мы молчим. Вот это один из вариантов оправданного молчания. Когда вроде бы все логично молчали, правильно? Логично. То есть, они уже нассорились, и до такой степени они уже накричали, что им уже ниху, они друг на друга зверем смотрят. Ну, мужчина все-таки должен же выше быть, и он купил, да? А любопытство – это страшная штука, да? Вот эти вот этюды, они учат природе поведения. Природе поведения на сцене. Есть еще упражнение, я вам сейчас рассказываю, как бы, процесс обучения, но это так вот кусочками, потому что это очень большой спектр, и в одной лекции или в беседе нашей, ну, о всем не расскажешь. Есть еще упражнение на память физических действий. На память физических действий. Можно вас? Теоретически, сейчас будет практически. Приготовьте чай, пожалуйста. А я не знаю. Когда вы выходите на площадку, вы даже, если я говорю, приготовьте чай, значит, вы сразу же моментально должны расположить кухню, расположить, что на ней находится, где плита, где умывальник, раковина, да, где чашки стоят, ну, где все остальное стоит. Сразу же это, ну, актер должен это делать. Актер должен это делать. Итак, приготовьте чай, пожалуйста. Поро чай. Поро чай. Поро чай. Старый чайник, очень старый чайник. Ага, я приготовила чай без сахара. И очень крепкий. И очень крепкий, понятно. То есть готов чай, да? Да. Готов чай, хорошо. Что же здесь было неправильно? Хорошо. Что же здесь было неправильно? То есть начинается с самого, с самого начала. То, что я говорил, что вы ко всему должны очень серьезно относиться. Вы открывали кран вот так, а закрывали его вот так. Это чайник я захлопнула. А вы его тогда открывали? Да, там кнопочку нажимали. Это вы так... Открыли. А тут зритель сидит. Чего там нажимали? Ничего не понял. Мы же... Смотрите, тут еще один немаловажный фактор. Мы ведь работаем для зрителя. И то, что мы делаем, должно быть зрителю понятно. Это не просто так. Я вышел там, вот что-то там, вот сделал, и ничего не понятно. Очень много мультяшений. Движения, которые вы... Вы же в жизни делаете чай? Да, довольно-таки часто. Довольно часто. Но вот такое впечатление, что вы первый раз прикоснулись к этому искусству заваривания чая. Да? Вы ведь выверенные движения. Вы когда берете чайник, открываете, ставите. Надо поджечь печь. Да? Потом вы почему-то на меня смотрели. У меня электрочайник. Давайте сделаем так. Если это электрочайник, я должен для зрителя обозначить, что это электрочайник. А как я могу обозначить? Молодец. Вот дети, дети все знают. Вот самое интересное. Как вы думаете, почему на детей интересно смотреть, когда они играются в песочницах? Вот почему на них интересно смотреть? Вживаются сильно. А? Вживаются сильно. Потому что они верят в то, что они делают. И попробуйте назвать, что вот то, что она делает, это не пасочка. Вас расстреляют, причем сразу же. Потому что они верят в то, что они делают. Вот это верам предлагаемое обстоятельство. Они верят в то, что делают. Вот я и говорю, что всегда надо не бояться быть детьми. Не надо бояться быть детьми, потому что они верят в то, что они делают. А мы со своей взрослостью, как я вот такой взрослый, уже вот такая вот дылдышка, да, и вот я вот такие вот вещи буду делать. И вот это тормозит. Так что надо не бояться быть детьми. Итак, вы хотите приготовить чай. Для этого у вас есть электрический чайник. Ну, вам надо обозначить, что это электрический чайник. То, что вы там кнопку нажмете, я, ну, во-первых, я не понимаю, что это. Значит, я должен обозначить. Каким образом, вот, ребенок сказал, надо взять, включить в розетку. Да? В розетку. Потом набрать воды. Значит, я должен, тогда, если вы открыли чайник, поставили, закрыли чайник, кран у вас остался открыт, ими вода бежит до сих пор. Ну, еще чека нету, пусть себе бежит, господи, не жалко. Не жалко. Потом, что вы делали дальше? Включила чайник. И стояли, ждали. Да, пока закипит. Да? А, как правило, что вы делаете в этот момент? Смотрю в окно, честно, смотрю в окно. Да? Да. А заварку положить, чай положить, там, я не знаю, что ты... Но это еще будет время. Да? Ну, сейчас это время как раз... Мы же на сцене, мы же для зрителя делаем. Да? Все неакцентированные движения. Все неакцентированные движения. Движения должны быть очень мало. Они не должны быть вот такие вот непонятные. Они должны быть четко выверенные. Если я открываю, поставил, да, открыл чайник, налилась вода, закрыл чайник и закрыл кран. Значит, я поставил его и включил. Я должен понимать, да? Потом я возьму чашку. А где чашки у тебя стоят? Над раковиной. Я так... Я взяла чашку. Да? А как она, открыта или там в шкафчике? Открыта. Открыта. Возьми чашечку, пожалуйста. Так. Замечательно. Вот мы держим так чашечку. Скажите, пожалуйста, можно так чашку держать? Почему? Можно или нельзя? Вот так и держим. Так и держим. Вот так вот, да? У чашки... У чашки... Молодец. Чашка имеет толщину и ручка имеет толщину. То есть вот так вы держать не будете. У ручки есть толщина. Вот смотрите, сколько мелочей. И чем дальше их будет больше, больше и больше. У чашки есть толщина, оказывается. И нельзя вот так держать чашку. Потому что здесь ручка идет. Значит, я ручку держу еще. Да? Да. Хорошо. Поставили чашку, да? Да. Дальше что вы делаете? Открываю шкафчик. Ставит чай. Да. Ну? Взяла чай. Ага. Так. Открыла. Ложечку беру. А в чем чай? В банке. А как банка открывается? А вот так. Она... Крышка снимается или как? Ну да, вот просто вот так вот и кладется. Но вы сейчас не положили. Она исчезла куда-то. Вот. Вот смотрите, сколько мелочей, да? Вы это... Все должно быть выверено до мелочей. Все должно быть выверено до мелочей. Вы открыли, значит, я должен положить. Потому что непонятно, куда исчезла. Потому что это ведь не Дэвид Копперфель, да? Куда-то оно все там исчезает. Или... Ну да. Или дальше. Итак. Открыли. Да. Положили. Да. Да. Замечательно. Ложечка. Так. Ложечка. Так. Чай. Чай. Раз. Ложечку. Положили. А какой чай? Крупно-листовой или гранулированный, мелкий? Черный крупно-листовой. Замечательно. Что неправильно? Она не зачерпнула. Потому что крупно-листовой чай вот так вот не зачерпнешь. Потому что листочки длинные, и чтобы его зачерпнуть, его надо там немножечко подшевелить. Вот смотри, сколько мелочей. Но он такой, не очень крупный. Вот не надо, не надо. Он все-таки крупно-листовой, его надо пошевелить. Вот смотри, сколько мелочей. Вот это вот мелочи играют очень важную роль. Поехали дальше. То есть я там подчеркнула, насыпала, положила ложечку, взяла крышечку, закрыла. А как крышечку вы взяли? Вот так вот? Ну вот так вот, потом так. Ну вот так вот? Ну вот прям схватила. Ну вот так вот. Вы пробовали что-нибудь схватить? Вот так вот схватить. Я попробую. Вот не получится. Если я крышечку беру, значит, если я так беру, значит, она вот так вот лежит, и я тогда закрываю. Или я так беру, закрываю, да, и потом прихлопываю. Да? Замечательно. Хорошо, давайте мы на этом как-нибудь... Вот смотрите, сколько всего мелочей на обычном заваривании чая. И это еще не все. Это мы только верхушечку взяли. Верхушечку взяли. Так что можно еще долго. Упражнений очень много. И это очень трудная и сложная профессия. И оказывается, когда люди приходят, они думают, что сейчас им дадут текст, они ее выучат, и все. Они уже на вершине. А оказывается, тут надо еще работать. Оказывается, вот какие-то упражнения надо делать, все это вот учиться, терминологии, и всевозможные. Ею пользоваться надо учиться. И некоторые уходят, бывает такое. Ну вот, разные люди по разным причинам каким-то образом приходят сюда. Кто-то поступит, кто-то на самом деле хочет заниматься. Кому-то интересно. Вот когда будет интерес, тогда человеку будет интересно этим заниматься. Ведь научить нельзя. Любой преподаватель, любой семипядий во лбу, он будет перед вами плясать 25 часов в сутки. И если вы не хотите, он ничему вас не научит. Можно научиться. Для этого нужно прилагать какие-то усилия. И еще, что немаловажно, что такое театр. Театр, на самом деле, это чувство. Это чувство. И очень хорошо о искусстве сказал герой повести Бориса Васильева «Завтра была война» Леонид Сергеевич Люберецкий. Он говорил, что искусство должно идти к мысли через чувства. То есть, актер должен будить чувства у зрителя. Не просто выходить и рассказывать что-то, а будить чувства у зрителя. А еще одна моя важная. А может ли человек, который сам не чувствует, что-либо разбудить? Не может. Значит, актер должен сам чувствовать, он должен сам проживать те вещи, то, что он, о чем он говорит, он должен сам проживать, чтобы разбудить чувства, определенные у зрителя. Ну, у нас уже время подходит к концу. Вот. Я хотел бы сказать еще одно, что вот мой учитель написал две книги, я могу назвать, что это учитель, это не преподаватель, это учитель. Вот он написал такие две книги, это не воспоминания, это не какие-то мемуары. Это вот та литература, по которой можно учиться. По которой нужно и можно учиться, и по которой можно учить. Здесь собраны упражнения, все, как назовусь, вся терминология, вот все-все-все, что нужно для режиссуры и актерского мастерства. Вот такой литературы сейчас мало выходит. Ну, и напоследок, ну, немножко стихов, вы не против? Да. Немножко стихов. Вот начало фильма. Дождь идет. Человек по улице идет. На руке прозрачный дождевик, только он его не надевает, он идет сквозь дождь, не торопясь, словно дождь его не задевает. А навстречу женщина идет. Никогда не видели друг друга. Вот его глаза, ее глаза, и вот они увидели друг друга. Летний ливень, поздняя гроза, дождь идет, но мы не слышим звука, лишь во весь экран одни глаза. Два бессонных, два бездонных круга, как живая карта полушарий. Это неустроенные планеты, и сквозь низ, сквозь дождь, не торопясь, человек по улице идет, и навстречу женщина идет. И они увидели друг друга. Я не знаю, что он ей сказал, я не знаю, что она сказала, но они уходят на вокзал. Вот они под сводами вокзала, скорый поезд их везет на юг. Что же будет дальше? Будет море? Будет радость или будет горе? Это мне неведомо пока. Место службы, месячный бюджет, мнение, осуждение, сожаление, заявление в домоуправление. Это все не входит в мой сюжет, а сюжет живет во мне и ждет. Требует развития, движения, бьюсь на ним до головокружения. Но никак не вижу продолжения. Лишь начало вижу. Дождь идет, человек по улице идет. Это Юрий Левитанский, один из моих любимых поэтов. Кстати, любовь к этому поэту тоже привил вот мой учитель. Ну и еще одно маленькое стихотворение. Это у Елены Ширман. Это была презентация книг у нас. Виктор Кузьмич прочитал две строчки из этого стихотворения. У Ширман есть стихи, называются «Последние стихи». Я прочту не все стихи, они большие, а финал. Это стихи, наверное, последние. И мне уже больше ничего не стыдно. Я завещаю девушке, которая будет любить тебя, пусть целует каждую твою ресничку в отдельности. Пусть не забудет ямочку за твоим ухом. Пусть ее пальцы будут такими же нежными, как мои мысли. Я то, что я есть. И это не то, что надо. Я могла бы пройти босиком до Белграда, и снег бы дымился под моими подошвами, и ласточки летели бы мне навстречу, но граница будет закрыта, как твое сердце, как твоя шинель, застегнутая на все пуговицы. И меня вежливо попросят уйти. А если буду, как и прежде, рваться на пролом, белоголовый часовой, поднимет винтовку, и я не услышу выстрела, меня как будто кто-то негромко окликнет, и я увижу твою голубую улыбку совсем рядом. И ты впервые меня поцелуешь в губы. Но конца поцелуя я уже не почувствую. Вот такая Элина Шерман. Она погибла во время войны. Ну, у нас время уже подошло к концу. Спасибо вам, что вы пришли, послушали, что я тут, в общем-то, говорил. И это очень маленькая, маленькая часть того, что присутствует при обучении актеров в театральных вузах, на курсах и прочее, прочее, прочее. Если вам не показало это слишком трудным, так что приходите, учитесь, занимайтесь, потому что это очень благодарное дело. Это очень благодарное дело. И вы почувствуете это, когда вы выйдете на сцену, когда вы что-то в людях разбудите, когда на ваших спектаклях люди будут плакать, грустить, смеяться, и вы почувствуете, как это здорово, что вы сумели что-то в них разбудить. Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли. Приходите. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok